Доброе утро! Категории «Дети войны» относят тех, кто родился в Советском Союзе в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. В этом году они смогут получать компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 25%. В этот перечень входит плата за найм и за содержание жилья, взносы на капремонт, а также оплата за коммунальные услуги. Не оставили без внимания и тех, кто живет в домах, не имеющих центрального отопления. Для них предусмотрено возмещение расходов стоимости топлива и транспортных услуг по его доставке. При наличии у гражданина право на получение денежной выплаты по нескольким основаниям, то он будет выбирать, какую выплату он предпочитает. Это либо выплата как друженику тыла, либо выплата как ветерану труда и так далее. Что делать, если в квартире слишком холодно или жарко? Как быть, если часто отключают горячую воду? В каких случаях можно считать, что коммунальная услуга предоставляется с нарушением качества? На эти и другие важные вопросы сегодня жителям Чувашии ответят представители Госжилинспекции Республики и регионального центра ЖКХ «Контроль». В три часа дня начнется прямой эфир в группе «Чувашская республика ВКонтакте». Коллекция Чувашского национального музея пополнилась картинами члена-корреспондента Российской академии художеств Анатолия Рыбкина. Художник преподнес в дар музею восемь своих картин в честь 100-летнего юбилея учреждения культуры. Большинство из них были написаны в зарубежных странах – Индии, Египте, Тунисе, Китае и Сирии. А эта картина создана на малой родине Анатолия Рыбкина – в Мариинско-Пасадском районе. Директор национального музея Ирина Меньшикова назвала ее «самой теплой и душевной». Живописец рассказал, что яблоки на снегу ему дороги тем, что очень нравились его маме. Теперь картины будут украшать стены музея. Хочется сказать, что национальный музей наш, Чувашский, он многогранен. Тут и космос, тут и герои. Всего не причище, сколько секций. Ну и секции изобразительного искусства. Надеюсь, вот этими работами, которые написаны в разных странах, просто расширят диапазон выставки. Каждую пятницу мы показываем в нашем эфире фото и видео народных корреспондентов. Что же интересного жителям Чувашии удалось запечатлеть на этой неделе? Жители деревни Кавалиур Марского района заметили, что немецкая овчарка каждый день ждет кого-то на остановке. Они уже дали ей кличку «Хатика» и соорудили для собаки лежанку. О хозяине животного на данный момент ничего не известно. На этой неделе в Яльчикском районе температура воздуха опустилась до отметки минус 38 градусов по Цельсию. А чебоксарцам вновь удалось запечатлеть редкое природное явление – гало. Это когда на небе появляется свечение, похожее на солнце. Так бывает при большом скоплении ледяных кристаллов в верхних слоях тропосферы. Таковы вести к этому часу. Всем легкого дня и пусть сегодня у вас все получится. Субтитры создавал DimaTorzok